Следующий наш доклад. Алексей Владиславович Драгунов. Развитие региональной информационной образовательной среды, основанной на свободном программном обеспечении. Слушаем. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я постараюсь уложиться в оставшееся время, но все же пять минут уже прошло. Поэтому, да. Итак, сначала пару слов о системе образования Псковской области. Регион у нас небольшой сравнительно. 26 муниципальных образований, 155 общеобразовательных организаций, но поскольку у нас филиализация серьезно развита, то это 243 с учетом филиалов. 14 учреждений среднего профессионального образования и 87 учреждений дополнительного образования. Здесь есть QR-коды. Вы сможете потом посмотреть. Первый это ролик о системе образования Псковской области. Вот недавний буквально. Презентация тоже будет доступна. В конце будет QR-код на папочку, где она лежит. Поэтому всегда потом можно посмотреть. Также информация из Википедии о Псковской области. Я думаю, вы ее сами можете легко найти, но для удобства я их туда вынес. И одна из наших систем, о которых я буду коротко говорить, наверное, совсем коротко, это цифровой школьный музей Псковской области. Это часть региональной образовательной платформы. И там вы можете потыкать по нашим школьным музеям, посмотреть галереи, что в них находится. Сейчас мы сделали 3D-бродилку по этим музеям, чтобы дети сами в рамках своих уроков, связанных с краеведением, могли бы по школьным изданиям фотографировать и ходить, фото 360 делать. И сделали также сторитейлинговую подсистемку, когда можно ходить со смартфоном, слушать какие-то рассказы. Но, в общем-то, мы давно этой историей тоже параллельно занимаемся, поэтому вот эта платформа сейчас поддерживает, и она сейчас начала внедряться у нас в регионе. Так, вот, собственно, говоря об СПО и о тех шагах, которые мы делаем в рамках развития единой региональной системы цифровизации образования. У нас в системе этой 7 сегментов, они все разработаны на базе свободного программного сечения. Пока под свободной лицензией, сразу скажу, не распространяем, но идем к этому с 7-мильными шагами. Есть характерная особенность нашего решения, это общий сегмент, который включает в себя объединяющие все уровни образования штуки. Ну, например, единый реестр образовательных организаций, органы управления образования, единая подсистема аутентификации и интеграции с ЕСЕ и с ЕПГУ, региональный образовательный портал, открытые данные, это та информация, которую школы обязаны размещать на своих сайтах, подсистема мониторинга образования, управления информатизацией, приемка учреждений к новому учебному году, это процесс, который реализуется во всех субъектах, образовательная платформа, Moodle сюда же интегрирован, доступен всем, и также система Xerco свободная, там о ней я еще тоже буду говорить, так же, как и Moodle, это и СПО. Но они интегрированы и доработаны именно для работы в региональной среде. Также мы полностью сами проводим видеонаблюдение ЕГЭ, то есть почти две тысячи камер работают именно в разработанном нами решении на базе Nginx, так сказать, и мы умеем отдавать это Ростелекому, выполняя все их требования по порталу СмотриГИА. Пока мы единственные в России команда, которая это сделала. То есть вот Ростелеком специально разработал технические требования для нас по интеграции. У нас было ощущение, что это сделать невозможно, но за полтора года мы все-таки это сделали. И теперь работаем с другими субъектами по уходу от дополнительных затрат на вот эту вот услугу Ростелекома. То есть любой регион может пойти навстречу и с нами это сделать. Тоже есть мысль сделать это open source. Ниже есть три QR-кода, они ведут на разные мои доклады, где подробно описывается эта система. То есть система оценки качества, например, у нас есть своя система обработки бланков и распознавания, и проведение ГИА-9 полностью мы делаем без ФЦТ и без ЭБИ. Ну, в общем-то, блок профессионального образования, блок центра опережающей профессиональной подготовки. То есть вот все, что про образование практически есть по федеральным требованиям, у нас реализовано нами, без привлечения дополнительных каких-то разработчиков, в рамках единого решения, которое состоит вот из этих 30 подсистем и модулей, которые могут использоваться совместно. Так, ну, в общем-то, теперь в двух словах о том, как это взаимодействует. То есть тоже, к сожалению, не тема доклада, поэтому... Итак, вот у нас есть эти семь сегментов, они все связаны с федеральными системами. Например, мы вывели все государственные услуги, которые требуются на портал госуслуг. То есть не на портал губернатора, а именно сразу на федеральный портал госуслуг. Но и в то же время все эти услуги доступны в региональной системе. То есть эти мы отличаемся от города Москва, где все выведено на портал мэра. И ничего пока не выведено на ИПГУ. Я вот через ИПГУ не могу в Москву никуда попасть. Вот. Теперь что касается, значит, других интеграций. У нас система полностью взаимодействует с теми системами Рособорнадзора. То есть есть задача регистрации детей на ЕГЭ, на ОГЭ. Мы не введем отдельно базы в том ПО, которое выдает в ЭЦТ. То есть у нас ребенок вносится в одно место один раз, это потом попадает всюду, где надо. И в электронные журналы, и регистрация на ЕГЭ, ОГЭ делается там же. Вот. Вот это смысл этого слайда. Ну и, соответственно, все данные из-под систем попадают в цифровой профиль образования. То есть весь путь ребенка в дополнительном образовании, в общем образовании, в дошкольном, агрегируется в одном месте. Вот. И, собственно, это самое место взаимодействует с мобильным приложением. То есть мобильное приложение, сейчас вводим уже не только электронные дневники, но и другую информацию. С этого года бланки ЕГЭ, ОГЭ, в том числе, результаты будут также попадать в это мобильное приложение. Собственно, какие используются технологии. То есть вот я не буду сейчас перечислять, то есть это все свободные решения. Отдельно я хотел бы остановиться на образовательных решениях. То есть мы используем Moodle, мы используем Xereta. Вот эту систему почти никто в России не использует. Мы ее доперевели, мы ее перевели на Postgres с MySQL. Это достаточно интересный конструктор интерактивных учебных модулей. Именно open-source проект, который нам очень нравится. В принципе, это некий аналог Learning Cups. Но Learning Cups — это сервис и недоступен в исходном коде. И причем немецкий сервис. Поэтому многие им пользуются. Например, примерно две трети материала в библиотеке Mesh — это построенные на Learning Cups модулейки. Которые включены, конечно, в тот конструктор, который есть в Московской электронной школе. Конструктор тоже удобный. У нас есть аналогичная история, но у нас подход другой. У нас это называется цифровой урок. И мы не заключаем учителя в такие жесткие рамки, как это делается в Москве. То есть мы сделали гораздо свободнее эту историю. Тут примерно четверть перечислено тех вещей, которые мы активно используем в нашем решении. И, в принципе, основной важный момент — это то, что мы создаваемое решение основываем на единой платформе. Ну, единое — это плохое слово. Я от него все время пытаюсь избавить. Это единая платформа, единые форматы, единое то, единое сё. Мне все больше нравится распределенное и не такое единое. Но все же, так сказать, это так. Значит, в чем смысл? Это теперь модное слово low-code. Когда мы начинаем это делать в 2003 году, никого еще low-code, такого понятия не было. Как правило, low-code системы, я как раз планирую отдельную статью на эту тему, у нас чем отличается? Что у нас не процессные штуки создаются, а учетные. И в единой модели дизайнятся структуры данных, и в этой же модели, собственно, дизайнится то, как эти данные предъявляются пользователям, категории пользователей, и модели взаимодействия между подсистемами в рамках того решения, которое создается. Теперь, что касается архитектуры. Даже не архитектуры, а скорее сам подход. Для нас приложение — это, по сути, набор иерархических данных, представленных, например, в XML. Соответственно, приложение — это может работать на кофеварке теоретически, на чем угодно. Я утрирую, понятное дело. На разных девайсах, в разных моделях это может быть мобильное приложение, может быть еще что-то. То есть это уже кодится конкретно под задачи. Вот наш конструктор. Собственно, я говорил про онтологические модели, то есть некая иерархия, и возможность описать или сконфигурировать ту систему, которая нужна. Мы этим, говорю еще раз, занимаемся очень давно, и в том числе и для системы образования наше решение базируется на этой же истории. Также, это опять же внутренняя история, не буду я останавливаться, узел взаимодействия, аутентификация, внутренний сервис управления задачами, проектами, конструктор, аналитики, отчеты. Это все свое. Даже вот это вообще написано с нуля полностью. Это не то, что взятая какая-то история. То есть back написано на Java, front написано на JavaScript, и еще немножко PHP местами. Вот, возможность расшаривать те же отчеты, то есть по ссылочке, включать в любые подсистемы, отправить председателю комитета в виде ссылки в Telegram. Естественно, отчеты живые, все это положено. У нас сделана также интересная штука под системой интеграции с ЕПГУ. Есть некий конструктор, который позволяет конфигурировать очень быстрое взаимодействие через МФ3 с федеральным порталом. Но это вот одна из причин, почему нам удается первыми в России выводить услуги, и работая с Минцифрой, выводить в тот же самый раздел «Мое образование», мы вот уже выводим в продакшене данные. Вот, сейчас еще один регион там тоже это делать планирует. Вот мы это сделали первыми. А теперь, собственно, главная часть доклада. Правда, у меня почему-то 2,50 пишут. Я так понимаю, что я еще могу 5 минут прибавить. Правильно? Ну, я думаю, что я готов в кулуарах ответить. Коллеги, значит, какие проблемы, что происходит в образовательных организациях в части свободного ПО? Почему по-прежнему у нас проблемы? Почему учителя воспринимают сейчас очень часто негативно то, что происходит? Ну, во-первых, я хочу отметить, что государство вложило немаленькие деньги в начале 2000-х в продвижение Windows и в обучение, а учителя иногда они очень загружены, точнее, почти всегда они очень загружены. И если они к чему-то привыкли, то они не понимают, почему им надо переучиваться. И самое главное, что кто их будет переучивать. Это проблема. Я не говорю, что мы ее уже решили, но мы ее решаем. Итак, инертность системы образования, ну окей. Дальше. Государство до сих пор по государственной итоговой аттестации предъявляет требования по сути, ну по сути не явно, к использованию Microsoft. Мы у себя в регионе от этой истории отказались, и с этого года мы проводим, то есть как мы решаем, я сразу говорю, мы, так это наотку по регионам дано, мы говорим, что, ребята, вот Microsoft Office не будет. Вот не будет, потому что мы его купить не можем. Вот, и, соответственно, вы все экзамены проходите в OpenOffice, там R7, там мой офис, там и так далее. Вот, мы проводим курсы, и сейчас они запускаются в феврале для педагогов и для детей, для тех, кто будет сдавать ЕГЭ, и для тех, кто будет сдавать ЕГЭ, и для тех, кто будет сдавать ЕГЭ. И ОГЭ, да. По ОГЭ искал нас полностью своя технология. То есть то, что Рособранадзор говорит, именно цифры, что надо все технологии ГИА перевести на OpenSource, вот у нас это сделано 8 лет назад. У нас это уже давно на OpenSource. У нас свой модуль для английского с записью, у нас свой модуль для информатики. В этом году ФЦТ впервые по ГИА будет использовать электронную сдачу по информатике. У нас это мы делаем уже 6 лет. Таким образом, да, тут есть проблемы. И следующая проблема, это как поставляется по школам. То есть когда-то Windows закупалось, были какие-то истории с этим. Сейчас появился запрет на использование нероссийского ПО. И максимум, что можно было сделать, это указать, что должна быть российская операционная система, потому что это было указано в метод рекомендации. Причем для серверов мы это указать не можем вообще. Так устроены КТРУ, так устроены закупки государственные. Мы можем указать все это только для наших ноутбуков, которые берутся в школы. И используя эту единственную возможность, мы получаем российское ПО на ноутбуках. И больше ничего, у нас нет возможности закупать отдельно ПО. В рамках нас проекта есть метод рекомендации. Там указано, что может регион купить за федеральные деньги. Мы можем купить теперь, слава богу, наконец, в прошлом году не могли, и в позапрошлом от этого могли. Интерактивные панели, мы можем купить МФУ. То есть можете почитать, это все в открытом доступе. Мы можем купить ноутбуки, мы можем купить теперь еще сервера. И мы теперь можем их объединить в облако и сделать нормальное региональное облако для всех школ области. Там у нас 41 сервер будет достаточно приличный. Вот. Какая у нас проблема? Зачем мы хотим? Что мы вообще хотим? Мы хотим некого единообразия. Дело в том, что у нас не такой большой коллектив, чтобы писать методические рекомендации под различные версии Linux, которые поставщики нам предлагают использовать. К сожалению, возможно, это хорошо, возможно, это надо. Но у нас нет такой возможности. Поэтому я бы говорил о единых функционально-технических требованиях к операционным системам в сфере образования. Я не говорю, что должна быть одна операционная система. Должны быть единые функциональные требования. Почему мы делаем единые функциональные требования к ВГИС Моя Школа? А почему мы не делаем к тому, с чем учитель работает и ученик? Почему мы должны в одном случае видеть один, в другом в другой? В одном случае у нас проблемы с одной видеокартой, в другом в другой? Или с принтерами, которые в школах уже стоят? Одна система с этим принтером работает, другая не работает. Мы все знаем эти проблемы, понимаем их глубину и то, что это не так просто решать. Но вот дальше. Проблема совместимости с оборудованием, я уже говорил. Проблема сопровождения, потому что в школах специалисты, они есть, но их очень мало, их становится все меньше. Понятно, в чем тут беда. Ну и здесь же повышение квалификации и усталость педагогов. Я бы тоже добавил, как еще один из камней в нашу сторону, потому что мы просим все время делать что-то новое, что-то с нашей точки зрения интересное и прогрессивное, и нужное для страны. Но здесь еще добавить надо зарплату. Я не буду уже так подробно об этом говорить. Зарплату все примерно представляют, наверное. Теперь еще ключевой вопрос. Мы сейчас насыщаем систему образования оборудованием, технологиями, какими-то решениями. И вот у нас должна произойти некая цифровая трансформация. То есть переход количества в качество. Ну, коллеги, ну, как бы. К сожалению, мы формулируем так. Цифровая трансформация в части управления образования произойдет тогда, когда в системе образования не останется ни одного мониторинга, ни одного сбора данных с школ. Пока мы это рассказываем точно так же и Министерство просвещения. Я думаю, что они с нами согласны. Ну, для чего мы сейчас интегрировались в ГИС «Моя школа»? То есть для чего мы аттестовали нашу систему? Наверное, для того, чтобы эти проблемы решались, и у учителей было бы все-таки меньше работы, а не больше. Поэтому тут есть определенные небольшие тезисы по поводу того, что нужно сделать хотя бы как минимум сейчас. Мы 10 лет назад разработали перечень принципов, которые смогли бы снизить бюрократическую нагрузку на систему образования. Но, к сожалению, вот ни один из них пока не реализован. То есть там порядка 8 было принципов. В журнале информатики образования когда-то мы это печатали. Но поменялось уже 3 министерства или 4 у нас. Пока не решена эта проблема, к сожалению. Ну, а дальше вы можете посмотреть про нашу систему. Эта презентация опубликована, в общем-то. Учитывая, что у меня уже там знак вопроса. Я готов ответить на вопросы. Вот видите, раз минута целая есть. Показывать этих 100 слайдов я вам не буду. Вот смотрите, тут есть ссылка, QR-код на материалы. Это просто на наше облако корпоративное. Есть мой мобильный телефон. Вы всегда можете со мной связаться. Мы очень рады будем агрегировать усилия регионов по преодолению того безобразия, которое иногда происходит. Ну, безобразие это в кавычках. У нас все хорошо. Но если мы не будем выстраивать нормальную систему работы все вместе, вместе с нашим министерством просвещения, вместе с Минцифрой, все будет не очень хорошо. А если мы будем думать и предлагать руководителям разумные решения все вместе, то я думаю, в принципе, у нас есть шанс построить в лучшем мире систему образования на самом деле. Спасибо большое. Вопросы, значит, будут в кулуарах. Ну, и уже, наверное, и были. Спасибо. 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 Продолжение следует...